здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим о молодежи а точнее о тех людях которые представляю молодежь уже работают на руководящих постах а еще точнее речь пойдет о молодежном парламенте при совете депутатов городского округа люберцы и сегодня у нас в гостях ашот маргарят председатель молодежного парламента а также глеб шмидт член молодежного парламента при совете депутатов городского округа люберцы здравствуйте господа краски но вот молодежный парламент это сразу вот такая кажется что к чиновничья должность значит придется футболки нельзя носить уже значит джинсы носить нельзя теперь нужно ходить все время в костюме это так или не так ну смотрите у нас работа молодежного парламента основная ведется конечно заседания да то есть где мы обсуждаем какие-то идеи норма творческие идеи то что ссылок в какие-то мероприятия которые связаны с молодежной политикой но помимо заседания вот это есть работает мы работаем да вот на мероприятиях на спортивных на культурно-массовых естественно не в костюмах приходим мы приходим в футболках как толстовках да как положено молодежи по стиль кэжуал вот она заседания конечно просим ребят ну полет нас официально мероприятие как на заседании мы пришли практически как на заседании да вообще у нас такой да есть ну я так понимаю что недавно вы стали работать до в молодежном представителя молодежного парламента речь идет об ашоте а глеб как сколько вообще сейчас парламенте у вас молодежным смотрите у нас вот недавно забрался новый созыв молодежного парламента он каждый созыв на два года у нас в прошлом созыве у нас было 15 человек а в этом созыве на решение решения депутатов в положении молодежь плане уже зафиксирован число 21 то что нас активной молодежи очень много вот поэтому на данный момент нас 21 член молодежного парламента мы недавно проводили первое заседание на нем как раз утверждали лада план работы уже ждут кто за что ответственные какие у нас направления деятельности будут и уже активной работы в стареньких кто был кто-то остался и да у нас осталось семь человек из прошлого созыва я сама я сам был в прошлом созыве председателем прошлого созыва тоже был вот и 7 человек подали заявки в конкурсную комиссию нас формирование в этом году новое было по новому принципу формировали да в прошлый раз мы через голосование у нас формировался молодежь парламента мажоритарной системы первые 15 человек проходили а в этом году мы решили провести все гораздо интереснее нас была сформирована конкурсная комиссия из представителей администрации городского округа люберцы депутатов московской областной думы депутатов совета депутатов округа они рассматривались все кандидатуры у нас было целых 38 человек которые хотели войти молодежный парламент 32 человек пришли на вот эту очную конкурсную комиссию и мы из этих 32 избирали 21 человек до который вошел на состав а глеб новый ли старенькой вы знаете я избирался в прошлом созыве то забрался проделал работу в парламенте буквально полгода но в итоге захотел пойти в армию захотел да и ключевое слово захотел как бы отслужил год в армии вернулся ну и подумал а почему бы снова бы не вернуться а вроде бы все быстро у нас хорошо прилично мне нравилось из романа знаком до работ знакомы вот и поэтому тем более повзрослевшие пришел после армии все взросли самодисциплина самодисциплина да то есть тот вариант который я даже не ожидал то есть был потом ушел потом вернулся если такая версия ну хорошо а что скажите пожалуйста но мы прекрасно понимаем что есть взрослые есть молодежь ну есть как в советское время пионеры комсомольцы и коммунисты да так это было я ни в коем случае не сравниваю но некоторые люди могут сказать а зачем нужен молодежный парламент когда есть вроде бы как обычный депутатский корпус те же самые парламентарии будет молодежь к ним обращаться зачем нужен ну смотрите здесь вопрос дак такой скажем философский моды я вообще деятельность молодежно по планету вижу как у нас в положении пропишет это совещательный орган соед депутата то есть серьезные перестак там пришли да у нас есть два у нас thought у нас handicap во первых да у нас есть положение по которым мы работаем утвержденное решением соед депутатов и также могу сказать что в московской области из молодежи пара московский областной молодежный парламент он утвержден вообще закона московской области с какой целью вообще создать молодежный парламента чтобы у представителей власти том числе субъекта до муниципалитета в нашем случае сайт депутата городского округа люберца был такой орган который подсказывает какие направления молодежь сейчас интересны что хочет молодежь и какую в какую сторону двигаться до по работе молодежь потому что молодежь от нас неотъемлемая часть у нас где-то одна треть от жителей составляют ну и молодые люди вообще вводов к туда надо дело конечно молодежь и семьи рождение детей естественно же молодежь это люди в возрасте от 14 35 лет до напомню что увеличился на 35 лет это еще поэтому у нас то одна треть жителей городского округа любят молодежь и естественно молодежь должен быть какой-то свой представитель норм который идеи молодежи передает вы сказали коллегам постарше и чтобы называть даже они слышали чтобы чтобы это был формат не просто вот здравствуйте да спасибо и это можно вот это можно вот это чтобы это серьезный орган который приходит дай мы точно так же как снять со депутат мы принимаем решение мы у нас есть право вынести какое-то решение на заседание со депутатов на профильный комиссии комитета мы у нас как комиссия называется на профильном комиссии также в молодежи парламенте есть разбивку по направлениям по комиссиям и ребята в этих как раз направлениях допустим кто-то слугу по спортивному направлению кто-то по направлению культуры образований предлагаем спрось спросим сейчас он на глеба который вынужден слушать начальника конечно вот мы должны тоже ему подключить а у вас какое направление в прошлом созыве я занимался молодежной политикой волонтерство ну это как вам попало тогда да да она тогда все занимались этим а в этом в этом году также молодежная политика и спорт а и спорт да вот у меня просто есть тренер профессиональное образование спортивный менеджмент а то есть боксеров продавать но я больше футбол но если говорить серьезно а вот там где сейчас сидите вы до приходит к нам огромная правда вот уже огромное небольшое даже огромное количество как правило тренер со своими выпускниками либо со своими ребятами утюну питомцами которые одних единоборств только насколько здесь было ветераны спорта приходит недавно был ваш коллега но из администрации господин петров по поводу gto мы с ним общались он нам рассказал что нужно сделать чтобы чувствовать себя молодым и не в 35 лет поэтому спортом такая важная история но вы же понимаете глеб что сегодня четко есть две позиции зож и совсем внизу вот это очень она сложно есть мода на зож когда вроде как зож но не зож вот в этом плане я на вашем примере просто в каждой из этих комиссии или направлении вы составляете тоже какой-то план работы согласовываете вода как это работа конечно как работает схема ну мы собираемся словно говоря своей комиссии так решаем вопросы и приходим к их выполнению понят а утверждаете вы все как на заседание да на заседание смотрите у нас каждая комиссия готовит план своей деятельности сначала мы в начале года готовим план деятельности на год это такой большой план то что мы хотим в течение года получить вот а потом его утверждаем естественно на заседание молодежного парламента у нас официальный документ и мы должны его придерживаться потому что мы сами это решение приняли мы хотим вот эти направления ввести и сейчас мы его можем как-то дополнять корректировать это никто не запрещает у нас есть на ток корицы полномочий грубое слово но здесь она не умеет она по сути полномода у нас есть и полномочия можем его менять вот но помимо этого мы еще делаем ежемесячно планирование и в течение месяца мы понимаем что допустим это просто пример приду скоро у нас 10 декабря всеми на день футбола имущество понимаем что мы хотим во всеми на день футбол провести его большой турнир по футболу привлечь молодежь чтобы ребята поиграли футбол там закрытой площадке вот да ну что ну конечно не на улице вот продумываем место где это провести собираем ребята это но это то есть на год такое не надо планировать да там кое-то точное мероприятие а на год мы планируем именно скажем условно глобальные какие-то направления да да там день победы перта 1 майский ну да и скипор 8 до новый год да какие такие вещи хорошо глеб скажите вот вы опять же как частично из того состава и сейчас уже в новом составе меняется как-то работа какие вообще ребята приходят вы же уже оба как ветераны можно сказать молодежь этого парламентского движения ребята сейчас приходят который впервые пришли активность их в чем заключать зачем им это нужно вот такая как мы знаем у всей молодежи у них есть инициатива до которая проявляется ну я почитаю сразу сразу не наказуемо правильно говорить конечно правильных инициативу и она не должна найти выход в этом этом помогли как бы видно вот когда приходят ребята у них прям глаза горят то что они хотят этим заниматься им это нравится как бы а может они хотят где-то сказать а я вот молодежном парламенте состою так что будьте любезны мне зачет поставьте пожалуйста такое может быть право можно можно я отвечу на это разорасу спасибо смотрите у нас ну я прям еще в прошлом созыве ребятам говорил в этом созыве на первом заседании сказал и так в устной до нашей беседе что член молодежного парламента это не должность этой обязанности только обязанности и все вот какая-то привилегированность чтобы вот я допустим условно ну как мы знаем есть там где-то корочку да вот показал я член молодежи парламента мне это по факту это не работает ну я конечно тоже так и ну это только скажем урона самой структуре наносит и все ради да и мы мы сразу пресекаем у нас в любом случае есть регламент вот который явно прям эти все действия запрещает ну я не я прекрасно понимаю я поэтому говорю да у нас просто такое есть честно моя память ни разу еще не практикалась просто то есть уже говорите по-серьезному то это же тоже очень важный такой момент потому что люди особенно депутаты у нас есть депутаты городского совета есть депутаты московской областной думы государственная дума да ну такой депутатский корпус у нас разветвленный и понятно что вот приходите к с проблемой любой ему кажется что для него это самая главная проблема все вокруг его должны решать на и таких проблем миллион а молодые люди тем более действительно до 35 лет это уже и даже может быть чеку которого трое и четверо детей может быть потому что уже к этому возрасту да если раньше это особо не попадал то есть это и проблема и опять же детских садов школьного образа дополнительного спортивных секций то есть иногда конечно же любой взрослый человек особенно такой депутат с опытом он естественно это вкладывает себе потому что он встречается с избирательным мы хотим спортивную площадку потому что у нас там дети но все равно они иногда вынуждены реагировать на же кх на какие-то такие серьезные проблемы но такого взрослого что ли звучание правильно я понимаю что вы и занимаетесь вычленением тех важных моментов которые может быть не успевают они заметить и пытаетесь им маякнуть об этом я бы с вами отчасти согласился отчасти чуть не то что возразил да я просто дополнил бы смотрите у нас точно так же как у депутатов есть приемы молодежи ну то есть молодежь встречаемся там то ли формат могут быть разные форумы круглые столы и лекции и вы как раз тоже пытаемся выявить эту проблематику которая больше именно по молодежной части но и когда к нам вот хороший пример из прошлого созыва к нам обратились ребята по вопросу благоустройства на птицефабрике в томильно у них там какая-то проблема с лампочками было освещение работа ну мы понимаем что такие вещи они с одной стороны кажется ну для жителей естественно это очень серьезные нужно что вечером идешь домой а там темно но где-то кто-то это не видит и когда ребят приходит есть такая структура куда они могут прийти сказать что вот это про есть такая проблема а мы с коллегами из совета депутатов да там из администрации можем подсказать что вот здесь вот свет не горит пожалуйста решили решить эту проблему да вот ребята молодежь обращается они вечером домой идут там девушки домой им страшно просто идти вот здесь поэтому я думаю это конечно хорошо что есть такие площадки куда люди могут обратиться с проблемами но мы в основном да занимаемся вопросами которые касаются именно молодежи скажем глобальном плане то есть вы сказали допустим два часа сделаем перерыв на как раз вот второй части мы по этим глобальным вопросам и пройдем почему потому что нас не только молодежь но и родители как я говорю когда был ковид многие семьи во первых узнали что у них есть жена а во вторых узнали что у них есть дети что у детей есть какие-то свои мысли и вот тогда многие столкнулись с этим некое непонимание поэтому вот это сочетание отцов и детей в правильном направлении но конечно же нам нужно через некоторое время продолжим программу открытый диалог напомню что эта программа открытый диалог у нас в гостях сегодня ашот маргарян председатель молодежного парламента при совете депутатов городского округа люберцы а также член этого парламента глеб шмидт мы продолжаем разговор выяснили что это никакая не такая простая организация это серьезный инструмент который помогает довольно большому количеству молодых людей решать те вопросы которые иногда действительно может быть либо взрослые не замечают ну вот либо замечает но им некогда и вообще вы уже в помощь вы же при совете депутатов то есть я так понимаю что вы еще имеете какие-то контакты с депутатами можете ну что называется напрямую с председателем связаться и наверное встречи вот вы говорите встречи проводятся как можете на депутатскую какую-то встречу прийти если там молодежная какая-то проблематика есть да да у нас смотрите у нас формата естественно мы являя как совещать нормы совет депутатов взаимодействуем по нашим основным вопросам со советом депутатов на все заседания совет депутатов членов молодежи парламента автоматически приглашают потому что это как раз тому в основном на любом заседании не могу не припомнить ни одной станет где вопросом как-то вопрос молодежи не освещал сюда и не обрабатывался депутатами вот поэтому мы участвуем в комиссиях совета депутатов у нас член молодежного парламента закреплены за депутатами совет депутатов можно сказать являются их помощниками общественной деятельности да то есть там где-то помочь встречу организовать мероприятие где-то в приеме совместным с депутатом принять части вот поэтому мы плодотворно работа сайта депутатов с председателем совет депутатов раз контакт понида глеб скажите вот вы по спорту а какие еще у вас есть направление деятельности 1 2 и как там вот если 21 человек это по нескольку на одном направлении или каждый отдельное возглавляют направление вот смотрите у нас каждый член молодежного парламента ну куда он хочет именно в какую комиссию пойти ну вот то есть комиссии несколько в комиссии несколько человек до состоит понятно сколько всего у вас сейчас комиссия работает по моему 4 комиссии 4 4 комиссии 4 но дело тоже парламент только недавно начал работать поэтому может быть еще появится и так далее то есть четыре основных направлений нас есть до 4 постоянной комиссии в каждой комиссии включать себя несколько направлений допустим 1000 одну из комиссии назову это у нас комиссия по вопросам культуры образования экологии и образование комиссия комиссия образования экология и здравоохранения вы отталкиваетесь этот молодежных вопросов почему потому что вот у нас все врачи сюда тоже приходят мы же обсуждаем вопросы здоровье азона стра во хранения карта комиссии входит нас есть прекрасная молодежного парламента который как раз взял на себя именно направлений здравоохранения он внутри этой комиссии мы как решили сделать у нас есть а четыре комиссии полного по большим таким направлением блоком и внутри каждой комиссии ребята уже выбираются одно конкретное направление у рамка этого направления А на заседаниях комиссий, когда уже идет обсуждение, вот, допустим, комиссия по культуре предлагает такие-то массовые мероприятия провести, а комиссия по образованию предлагает такую-то образовательную лекцию провести для молодежи. Они вот это все собирают, у них получается план работы комиссии на месяц, и они в рамках этого плана работают в течение месяца, там, ответственный, допустим, условно, член молодежного парламента Титова за образование, и она проводит вот эту лекцию. Ответственный от молодежного парламента по направлению культура предложил такое-то мероприятие, допустим, общинников Игорь, и он проводит вот это мероприятие по своему направлению. А Глеб у нас спорт, спортивные мероприятия. То есть вы должны условно, ну не то, что, ну, раз вы сказали сами обязаны, значит должны. И просто вот, мне вдруг захотелось провести какое-то мероприятие. То есть, если идет какое-то мероприятие, то вы его как бы курируете, да, если речь о спорте идет? Ну, бывает такое-то, что я могу и курировать, и как бы принять участие. Даже так, играющий тренер. Да, условно говоря, так. А каким видом спорта вы занимаетесь вообще? Ну, раньше занимался футболом. Так, вот. А сейчас? Сейчас я пока только, ну, учусь. А спортом я занимаюсь, ну, как бы футболом бывает, там, заряд какую-нибудь сделать. Специализированную, понимаю, да. Ну, конечно, учеба отнимает время. Вот, ну, члена парламента нужно себя поддержать все время, потому что, если парламентарий вдруг начинает расплываться, молодежь, это странно, да, вопрос? Ну, конечно, да, вопрос возникает. Да. Еще вот такая важная тема. Мы можем, как говорится, сколько угодно, ну, создавать действительно нужных, необходимых органов. Но если у нас нет тех людей, которые в них заинтересованы, которые не приходят на встречи, которые не в курсе, что что-то есть, тогда этому, как говорится, грош цена. Да, да. Поэтому вот такой вопрос. Что знает сегодня молодежь Люберецкая о вашем парламенте? Насколько вы, ну, понятно, что все равно хоть и переизбрались, да, новый состав, но был прошлый. То есть есть уже понимание у жителей городского округа Люберца, что есть такая организация, куда я, как молодой человек, могу прийти и с чем-то обратиться? С каким-то вопросом. Да, смотрите, мы, ну, наша вообще взаимодействие с молодежью, вот, в основном, те мероприятия, которые мы проводим, и где мы о себе рассказываем. То есть мы, будь то турнир по футболу, будь какой-то спортивный фестиваль, марафон, да, либо образовательная какая-то история с, не знаю, форум, не дал, проводили по молодежной политике. Вот мы там везде рассказываем о молодежном парламенте, о том, что это вообще за организация, какие формы взаимодействия есть. Как они будут получить от вас что хорошего. Вот, также у нас работает общественный приемный молодежный парламент с прошлого созыва в электронном виде. То есть ребята, если у них есть какое-то обращение, да, какой-то вопрос, они могут по форме, которая у нас в социальных сетях есть, заполнить обращение, и мы всегда ответим на ту или иную просьбу, либо поможем решить тот или иной вопрос. Правильно я так понимаю, Глеб, что если, например, какая-то команда образовалась, да, футбольная, которая пока ничьяна, ну, вот как-то, я не знаю, там, слились его едино и говорят, что вот мы хотим, они могут к вам прийти и сказать, а вот мы команда, ну, мы не знаем, где нам найти площадку, как нам, ну, легализоваться, где мы можем тренироваться, потому что холодно будет. И вы можете, в принципе, услышать их и помочь им решить этот вопрос. Да, конечно. То есть это так и работает, да? Да. Ну, бывает, приходят ребята с своей инициативой, да, спортивной. Например, когда у нас турнир проходил по футболу, было такое то, что, ну, ребята играли в разных, условно говоря, клубах, кто-то на дворовом уровне играл. Кто-то знает профессионально. Да, они объединились в одну единую команду и сыграли. А вы как бы им в какой-то степени помогли, потому что, опять же, взрослые иногда не в том смысле, что отмахнутся. Ну, правда, много проблем будет, а тут вроде бы как вы же поближе к ним, вы сами футболисты, да, и говорите, сейчас все сделаем. Или наоборот, если действительно идея неудачная, вы же можете сказать, ребят, это все хорошо, вы можете чем угодно заниматься, но вот в данном случае давайте вот так. То есть предложить другой вариант развития событий, если, ну, направить на путь истинный, что называется. У меня еще такой вопрос. Вы говорите, прием, прием, прием. Как кто-то вот сейчас услышит, захочет, о, есть у нас парламент, куда идти, где вас можно найти, как вы проводите свои встречи, помимо, я так понимаю, онлайнового или, как говорят, дистанционного режима. Мы каждую нашу встречу, вот сейчас как раз в новом созыве эту историю будем начинать запускать, мы каждый месяц встречаемся с молодежью и анонсируем в социальных сетях молодежного парламента информацию о этих встречах. Кто проводит прием, кто... А, и с каким вопросом? И с каким вопросом, да, можно обращаться. И это прописано у вас в документах, я так понимаю, обязательно, вот это услуги. Вот, а также мы, ну, в прошлом созыве мы старались проводить такие встречи вообще раз в неделю, но вообще мы, ну, то есть по документам, да, вот если кавычка это взять, раз в месяц достаточно проводить. Но мы их делали раз в неделю, потому что вопросов было много, ребята с разными предложениями приходили. Вот, также мы, мы же, понимаете, не то чтобы сидим, да, вот на заседаниях и все. Да, 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 это уже выяснили, да. Да, мы больше стараемся все-таки, да, да, и к ребятам. Там в школы приходим, в учебные, в высшие учебные заведения территории округа, в техникум приходим к ребятам. И там уже с ними общаемся, вот, что называется, просто вот, face to face. Понятно. Глеб, а вот, опять же, так как вы нас спорт сегодня представляете, мы же прекрасно понимаем, что молодежь это всегда, ну, есть одна проблема, когда многое хочется попробовать, да. Есть такая не очень приятная фраза, которую мы можем часто услышать. Надо в жизни попробовать все. И как раз молодой вот этот возраст, это тот период, когда человека нужно вовремя остановить перед каким-то, ну, неправильным, да, практически преступным, прежде всего, по отношению к нему, шагом. Вот, есть ли у вас такая программа или программа, направление, когда вы вовлекаете в хорошем смысле слова в спортивный вот этот мир людей, которые вот стояли на, ну, практически в бандитскую группировку готов пойти? Вот есть сложные дети, с которыми вы работаете, или ребята молодые? На самом деле, таких вот ребят, ну, как бы, нет, практически. Вот, условно говоря, могу на своем опыте жизненном привести, как бы, когда занималась футболом, вот, ну, мама привела мальчика. Так. Ну, семи лет. Так. Условно говоря, мальчик вообще не хотел заниматься. А мама его заставила? Да, мама, условно говоря, заставила. Он, ну, как бы, подошел, у него спросила, а кем ты хочешь стать? Он такой, я хочу быть пианистом. Ну, как бы, не надо ребенка ограничить, потому что, ну, как бы, большинство родителей говорят, ты будешь заниматься этим, этим, этим. Обычно, наоборот, приводит на пианино, говорят, я хочу быть футболистом. Видите, там такой культурный человек. Геометрально. Да, да, да. Да. То есть, правильно нужно выбрать? Да, надо правильно выбрать для ребенка, что именно он хочет. Какая система отчетности у вас про... Смотрите, у нас есть рейтикование, членов молодежного парламента. Мы ежемесячно, у нас есть определенный критерий, по которым мы работаем, да, ну, скажем так, они, не только мы по ним работаем, они просто обязательны. То есть, вот это обязательно, а все остальное, это уже бы инициатива, ну, не по желанию, а просто уже дополнительно к обязательным критериям, которые у нас в регламенте прописаны. И мы по итогам каждого месяца выставляем, ну, сводим, смотрим, кто как занимается, и сводим информацию, и на каждом заседании мы уже рассказываем, кто как справился, кто не справился, кому где надо подтянуть, да, чуть свою активность в работе в молодежном парламенте. Нам остается пожелать вам удачи. Понятно, что пока трудновато еще, когда вот, несмотря на то, что переизбрались, но все равно новый отчет идет. Поработайте, значит, покажите себя, проявите, особенно тех, кто ни разу еще в этом не работал. И ждем вас вновь уже с отчетом о проделах. Мы там были, там были, там были. Мы всегда вам рады. Спасибо. Напомню, что в гостях у нас сегодня были Ашот Маргарян, председатель молодежного парламента при совете депутатов городского округа Люберцы, и Глеб Шмидт, член молодежного парламента при совете депутатов городского округа Люберцы. С вами был Николай Пивненко в программе «Открытый диалог». Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!